Мы рады посвятаться на первой дискуссии нашего импровизационного и импровизационного тыня, присвященного Супольности в Беларуси. Это проект медиапортала «Партизан» и портала «Новая Европа», так само «Патрынская РЭУ». И сегодня первая дискуссия этого тыня, присвященная именно этой солидарности с Супольностью в Беларуси, потому что мы уведаем, что за прошлый год было некоторые истории, которые прошли по ведам, про их шмат эту веду. Культурная, академичная Супольность в Беларуси спробовала выступить оборону Мастахова, выдавництво. Так само Алексей Вяточкин расскажет про выпадки с историками. Я тут просто так нагадаю, как было зрозумело, откуда был упадок с Мастаком Виталем Калкиным, это было три года тому. И Макчымок это был первый такой упадок, когда акт Супольностью Беларуси спробовала вельми таким активным фронтом выступить. Было написано и открытый лист, под яким нам отбачено, что колькость прагляда у нас 200, это больше за 13 тысяч. И вот шмат людей подписывались, и так само была подаровая копия, которую досылали в Суполь. Но, как я думаю, что оборонить Мастака и дымахчись неких вынеков, тогда не удалось. Далее был совсем свежий выпадок с выдавництвом Логвинов, когда так само спробовали и подписывать петиции на сайте, и выступать, и навод присти в суд. Али так само не ведом, что выдавец там было позбавлено лицензии. Правда, у нас так само есть такие приклады, как раз интернет французия Мегрена, это как раз праца одного зудельника сегодняшней дискуссии Михаила Гулина, персональный монумент. История отбылась в осенью 2012 года. Я не буду пераказывать в подробязности, али вось тады, так само и меды писали, и подписывались листы, и был суд. И, увы, некую нишу оправдали. Я думаю, что позднее сам про это больше рассказал. И вось в этой истории шмат інших прикладов стали таким отправной кропкой, как собраться причем с людьми из разных сфер, и попробовать обмирковать вот эти питания, я думаю, хвалю чмат кого, тем можем мы, как цупольность, арт, цупольность культурная, академичная, что-нибудь робить, и будя гэта дейна в нашем контексте. И я хотела представить наших гостей, это Вольна Шпанага, философ, редактор портала «Новая Европа», Алексей Брадышкин, историк, так само редактор портала «Новая Европа», Артур Клинов, головный редактор проекта «Партизан», Артур Клинов, архитектор Алена Трикачёва, юристка «Права Ковница» и Михаил Гуллин «Мастак». И первое питание, как я уже сказала, это как раз, тем можем мы что-нибудь, як цупольность робить, как бы до махчихся вынеков, и махчимают некие механизмы и формы, как бы гэта у нас отрымалась. Может, пострадавший? Что получилось? Я, опять-таки, не анализирую совокупную, не так часто анализирую совокупную всю белорусскую ситуацию. Мне легче, конечно, освоить собственные истории, что-то говорить. Допустим, первый случай – Калвин до сих пор в психиатрической больнице, второй случай – Водовец Логин лишили лицензии. То есть, ну, говорить тут о каких-то радужных перспективах пока не приходится, наверное, насколько я знаю эту ситуацию. Что со мной конкретно? Тут, вот, благодаря поддержке и сообщества, и «Лаутренд», мне удалось, вот, Елене Танкачевой, нам удалось выбрать сумму. Но, например, та часть, как бы, которую мне, например, как художнику пришлось пожертвовать, мне пришлось пожертвовать политическим высказыванием. То есть, я всячески вообще нивелировал политическую составляющую этой акцию и говорил, что это кубики, и на всех порталах писали, что это просто яркие кубики. То есть, про тестирование пространства я вообще ничего не говорил. И, ну, наверное, такой сторонний наблюдатель мог принять меня за Иванушку-дурачка. Но зато мы выиграли это дело. То есть, и я считаю, что во многом именно этот отказ на нивелирование политической составляющей, оно, ну, не во многом, конечно, но могло повлиять на эту ситуацию. Хотя, опять-таки, как художнику, мне это не очень нравится. Очень не нравится. Ну, я не хочу обижать кого-то, на мой взгляд, все-таки мне больше помогали отдельные люди, да. Ну, я чувствовал поддержку, но это был, ну, так скажем, ближний круг. Я не могу сказать, что это сообщество. Более того, у меня потом сообществом пост-фактум там возникали проблемы, когда там у меня напубликовало открытое письмо по поводу нового движения группы, да, в частности, там, от подписантов, вот, письмо в мою защиту. И последовало довольно-таки такая уязвленная реакция, жесткая, вот. Что касается здесь этой ситуации, то письмо не увидело света. То есть, например, ну, что меня, художник, и не устроило, это то, что там тон письма всегда смягчался, 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 и в последнем варианте он был, как общественность обеспокоен. Вот. Поэтому, собственно говоря, общественность возмущена, закончилась общественность обеспокоен. Поэтому, ну, говорить, что вот с письмом с каким-то удача была, у меня опытов таких нет, поэтому я даже сейчас петиции не подписывал никакие, потому что, насколько я знаю, это, ну, я не вижу положительных опытов в Атмане у себя. Вот. Но, конечно, поддержку я ощущал. И, конечно, это очень важно, когда есть адекватные люди, когда ты понимаешь, что ты в Атмане не находишься. Это очень важно. Может быть, я об историках расскажу, наверное, да, потому что тоже интересный момент. Я начну с такого просто, может быть, упоминания, исследования, которое делал социолог Татьяна Водолажская и ее коллеги. Исследование называется «Запрет на профессию в Беларуси». И они подсчитали, что за определенный промежуток более 500 человек было уволено в различных сферах в связи с их деятельностью. Ну, и понятно, что если говорить, например, о гуманитарной сфере, о сфере образования, науки, то это тоже достаточно большое количество людей. Я могу привести какие-то примеры. Например, вот… И это, кстати, было поводом для попытки создать какое-то сообщество, которое реагирует на это. Но эти попытки тоже, я не скажу провальные, но просто, вот, может быть, чуть больше потом, да, порассуждаем эту тему. Ну, один из примеров. В 2007 году Нина Служинская, историк, и попробовала создать ассоциацию свободных белорусских историков, потому что прошла одна из чисток в Институте истории, если кто-то помнит, когда там Сагановича уволили, Киштымова уволили, ту же Служинскую и так далее. Эта ассоциация зарегистрировалась, но потом, как бы… Ну, то есть, по крайней мере, они и сообщили медиа, да, но потом, как бы, особых результатов не было. Потом были случаи такого специфического… специфической попытки влиять на то, что происходит, например, отложенные защиты диссертаций, да, или диссертации, которые были, в общем-то, каким-то образом отказаны в их защите при помощи тех или иных бюрократических механизмов. Тут надо сказать, что… Вот Михаил пытался убрать политический момент для того, чтобы защитить себя, и государство тоже пытается убрать политический момент, чтобы обосновать, почему оно воняет людей. То есть напрямую никто об этом не говорит, это все, знаете, вот на уровне… Ну, вы же сами все понимаете, да, и так далее вот таких разговоров, и, например, были случаи, когда одна из стольких Ирина Каштелян подавала в суд на высшую аттестационную комиссию, поскольку она посчитала, что, в принципе, то, как не прошла ее защита, да, это, в общем-то, был определенный момент незаконности, ну, и было много шума вокруг этого события. Ну, и самое-самое последнее и такое вот известное событие – это то, что происходило в Гродненском университете. Вы, наверное, тоже все знаете, когда несколько преподавателей Гродненского университета были уволены, уволены в том числе в связи с вышедшей книгой «Гроднознамство», «Гродноведение», да. В СМИ писали, что авторов этой книги уволили, там, Вячеслава Шведа, Андрея Чернякевича уволили за то, что в этой книге все события истории Беларуси, истории Гродна оборвались с 91-м годом, да, то есть там ничего не говорилось о той эпохе, которая наступила потом. Но увольняли этих людей, опять же, по таким бюрократическим вещам, то есть пытались отследить, как они ходят на работу и так далее. И еще раз повторяю, что как раз вот самое интересное, что вроде бы все понятно, вроде бы какой-то алгоритм понятный, то есть вычисляют кого-то и увольняют, но на самом деле алгоритм совершенно непонятный. То есть я хочу сказать, что очень по-разному структурированы вот эти вот отношения между, например, историками и государством, гуманитариями государством, например, в Минске или в Гродно. То есть вот и в Минске случай увольнения, и в Гродно случай увольнения, но вот какие способы при этом изобретаются, да, и так далее. И я как раз хочу сказать, что очень мало информации, очень мало мониторинга именно связанного с конкретными случаями. То есть как развивается вообще, как вся эта система функционирует. То есть какие наиболее опасные такие вот статьи, там, трудового кодекса и так далее. Мне кажется, вот на это надо обратить внимание, потому что об этом, об этих вот индивидуальных случаях, то есть они укладываются, ну, в общую логику, там, допустим, противостояние государства и гуманитариев, но на самом деле очень индивидуально. И есть такой вот момент любопытный. Вот Андрей Черникевич, например, когда его там увольняли, или Инна Соркина, которого увольняли, они просили, допустим, некоторое время не делать из этого шум информационный, да, не там политизировать конфликт. Черникевич, например, отказался от награждения, там, премию какую-то хотели драться, какую-то довольно политизированную. Он сказал, что я не хочу в этом участвовать. То есть тут интересный момент, как вот эта политизированность структурированы вот эти вещи, да. То есть как люди включаются. Ну и понятно, что сейчас обо всех этих случаях мы знаем намного больше, потому что есть такое условное сообщество Фейсбука. Это наша квази-публичная сфера, где вся жизнь наша происходит. Да, я имею ввиду, часто люди очень быстро расходятся информацией и так далее. И вот, как бы, подводя такой небольшой итог, да, я хотел бы сказать еще раз, вернуться к тому, что все-таки необходим мониторить вот этих частных случаев, потому что мы видим какой-то идеологический расклад, да, но не понимаем, как это может быть, работать, например, в регионах, в отдельных университетах, в отдельных заведениях и так далее. Как разговаривают с людьми, каковы вот эти способы вот этой микрофизики власти, то есть как их вызывают, что говорят и так далее. Дело в том, что это, понимаете, такой процесс, как бы, очень интересный, потому что, ну, это в чем-то, вроде бы у тебя есть позиция, но в чем-то некая постыдность, да, потому что что-то такое происходит. На самом деле, вроде бы, сообщество историков, мы говорим, что оно есть, но его, как бы, и нет. Я, например, подписывал там несколько писем там «Защиту Чарнакевича», потом еще был случай, если вы помните, с социологом Манаевым, который вроде бы не уволили, да, и так далее. Но эти письма, ну, как, стало легче тем, кто подписал, да, но не тем, наверное, у кого там сложилась эта судьба. И я бы еще хотел сказать момент такой вот по поводу позитива во всем этом, да. Я боюсь просто это слово, да, но такое, в общем, совершенно не то слово какое-то, но я вот подумал. Дело в том, что это, конечно, не советская ситуация, вы знаете, да, что в советскую эпоху человека там убирали из партии и выгоняли с работы, его судьба, в принципе, могла сложиться действительно трагично. Здесь трагедия, скорее, наверное, для тех институций, да, во многом, но при условии наличия каких-то альтернативных институций, да, но это тоже проблема в Беларуси. Как бы такие вещи все-таки немножко переживаются полегче, да. Я думаю, что, например, увольнение ряда историков значительно укрепили сферу независимых исследований, извините за такой, в общем-то, странный, может быть, ну, не цинизм, я не знаю, как это назвать, но на самом деле и проекты Сагановича и Смоленчукай, у них появился какой-то драйв такой дополнительный, в общем, да, для того, чтобы повлиять. И поэтому я думаю, что, с одной стороны, речь идет о каких-то технологиях, ну, вот, да, там, юристах и так далее, но с другой стороны, мне кажется, глобально эта проблема может быть решена только созданием какой-то институциональной поддержки, не знаю, там, в Беларуси, возможно, за ее пределом, потому что некоторых приютил Ягу, но, вы знаете, там тоже проблемы с демократией наблюдаются, вот, и поэтому вот эта проблема институциональной поддержки тех, кто увольняется, в том числе и финансовой, да, потому что, вы знаете, если люди работали долго на одном месте, им очень трудно куда-то включаться, и плюс я еще хотел сказать еще одна очень важная проблема, вот Татьяна, когда оформляла вопрос, написала по поводу вот международного влияния, да, то есть может ли международное комьюнити повлиять? Например, когда, вот, пытались уволить Манаева, повлияла международная комьюнити, потому что Манаев, ну, как бы, интернационализирован как персонаж, да, то есть его, там, знают, у него, там, много персональных связей, но некоторые историки не так, и вообще все сообщество историков не до такой степени интернационализирован, и то есть эту международную поддержку часто просто трудно найти, видимо, надо искать поддержку, опять же, не на персонале, а, наверное, вот, Просто создавать, может быть, какие-то структуры, которые бы позволили быть таким убежищем, да, даже для гуманитария в том числе. Мы говорим про международную потребность, что выдавец Логвина, это был просто шквал этих листов, спин-центров у всех стран, и там, я даже не знаю, кто не писал, эти особо не подписывали, но в этом случае оно не спрацвало. Ну, то есть я не знаю, как реагировать на этапы. Меня зовут Елена Танкачева, я благодарна за то, что я приглашена к участию в этой дискуссии, у меня вообще большое удовольствие в этом составе это обсуждать, да, это первое, что я хотела бы сказать, и я об этом остановлюсь позже, почему, на мой взгляд, это важно. Как уже сказала Татьяна, то есть я занимаюсь правозащитной деятельностью, я юрист по образованию. И вот продолжая несколько тезисов, которые уже затронули мои коллеги, я бы хотела, наверное, остановиться на следующем. Ну вот первое, смотря что с чем сравнивать, да, да, мы не в Советском Союзе, где был ГУЛАГ, вроде бы мы все читали Солженицына, и вроде бы мы уже массу всего по этому поводу поняли и осмыслили, да, это первое. То есть мы не, вроде бы, как не в той ситуации опасности, как многие другие, например, вот мой коллега Олесь Беляцкий, то есть правозащитник, он на сегодняшний день в тюрьме, да. Есть политические заключенные, которые на сегодняшний день в тюрьмах, фактически за то же самое, да, то есть за проявление позиции, но в другом аспекте деятельности. То есть за проявление последовательности в своей деятельности, то есть вот этот вот уровень степени репрессии и так далее, да, она ведь, ну, как бы всегда соизменена. В этом смысле для какой-то следы увольнения, отстранения от преподавания является большой трагедией, потому что человек, в общем-то, всю жизнь себя считал, там, именно для этого приспособленным, там, и на своем месте, да, и понятно, что для него лично происходит что-то, что связано с серьезным крушением его нормальной, там, жизни, да. Но ведь вот эта вот степень вторжения, да, она ведь разная. Повторюсь еще раз, мы действительно не в Советском Союзе, где есть кулак, да, и мы не в Аргентине, где люди пропадали, то есть тысячами в авторитарном режиме, да. Давайте зададим себе вопрос, а может быть мы четко доучили из уроков, да, может быть вот эти вот реплики относительно, я снижу уровень политизированности, давайте не говорите об этом, потому что послезавтра будет заседание кафедры, и ректор настоятельно рекомендовал не поднимать шума. Но ректор рекомендовал не поднимать шума в моем понимании, и анализируя многие случаи, потому что ректору просто неудобит шум, а не потому что заседание кафедры от этого закончится с иным результатом. Наверное, есть смысл быть рефлексивными и более что ли ответственными по отношению к собственным, там, поступкам и пониманиям окружения. Если, то есть мы претендуем на свободное выражение мысли, да, вот Голин с кубиками, я даже считаю, что это был гениальный ход, ничего в суде не пришлось, я бы сказала, как-то правильно сказать, сокращать с точки зрения политического месседжа, да, потому что суть был просто обыгран. То есть это был тоже перформанс. Ну да. Но перформанс-те это случился, да, исключительно благодаря тому, что Голин и его друзья были готовы идти до конца. А вот этого вот идения до конца последовательного, спокойного отношения к ситуации, понимая, что мы имеем дело со второй стороны, ну как это правильно сказать, просто с субъектом, которому неинтересно, что с вами происходит, да, его не беспокоят ваши переживания, то есть ваше чаяние, там, и так далее, да, он в этот момент выполняет то, что ему сказали, даже не то, что он думает сделать сам, да, и вот это вот прятание за «а вы же понимаете», «а давайте без шума», и так далее, и так далее, но это разговоры в пользу бедных, да, и, наверное, нам следует как-то примерно так и научиться к этому относиться. Это, наверное, второе, о чем я хотела бы сказать. Теперь про Гулина. Я считаю, что пример показательный, Миш, позже я про это буду говорить. Обязательно про видео еще, может сказать. Да. Вообще, что сыграло важнейшую роль? А я скажу, потому что я считаю, что нет. Ага. Значит, конечно, мы выиграли суд, да, то есть мы смогли предоставить адвокатов, видеозаписи, и это все ерунда, потому что как вот мы его выиграли, точно так же мы его могли проиграть, да, потому что в целой куче ситуаций ты можешь себя обустраивать чем угодно. С свидетельствами, показаниями, правотой, тем, что по праву так не бывает и так далее. В авторитарном режиме право не работает так, как оно должно работать. И не нужно по этому поводу иметь иллюзии. То, что правовые механизмы следует использовать, да, просто из-за уважения к себе, а не из-за иллюзии того, что в любом конкретном случае от того, насколько ты будешь умным, менее политизированным, менее шумящим, ты сможешь как бы с помощью этого получить результат. То есть забыли, то есть суды в авторитарной системе, это часть авторитарной системы. Что и почему ситуация с Гулиным, на мой взгляд, сыграла самую важную роль? Они не струсили. Это первое и основное. Как бы ни было неприятно проходить ту процедуру, которую они проходили, они встали на этот путь и прошли эту процедуру. И как бы это ни было парадоксально, они смогли сделать это всей командой. То есть все те, кто оказался в этой неприятной ситуации. Никто из них не развернулся и не ушел. Хотя двум людям пришлось, в общем-то, скажем так, продлить неприятные эмоции. Потому что двух человек из мышечной команды просто избили в роли. Избили не просто, а избили основательно. Ну и при этом еще и, в общем-то, через серию унижений пришлось пройти. И для того, чтобы... Ну, нормальная ситуация сейчас. Вышли с кубиками, да, то есть получили помаде. Честно говоря, хочется, ну, скорее забыть, да, и плюнуть. Вот в случае с Мишей, я считаю, что единственное, почему всерьез победили, это потому что упались, не струсили и прошли ситуацию до конца. И вот тебе за это большой респект увожу, потому что это немногие из примеров, когда поведение вот такое, последнее... Ну, еще, конечно, здорово, то, что тебе ребята доверяют. Вот те, кто был рядом с тобой, они почему-то абсолютно тебе доверяют. И поэтому как-то... Ну, это, я думаю, твоя заслуга. Это было самое сильное. Теперь про петицию. Я, конечно, понимаю, что я сейчас говорю вещи, которые, наверное, вероятно, они ожидали другого. То есть про право, как я уже сказала, и про суды, значит, про... А теперь скажу, как про правозащитность, про петицию. Ну, вот до тех пор, пока мир, и правозащитный в том числе, не сталкивался с новыми автократиями, с новыми авторитарными штуками, там было все понятно. Как только во всем мире, то есть, проходило что-то страшное, там люди из международной амнистии, то есть, со всего мира начинали собирать подписи, писали и так далее, и это было нормальной правозащитной практикой. То есть люди демонстрировали солидарность и какому-то субъекту заявляли, что об этом случае знают во всем мире, и если вы продолжите творить безобразие, то, в общем-то, что-то с вами случится. Вот такие были гражданские петиции. Люди говорили, мы знаем, и мы будем добиваться... Мы будем за вами смотреть, и мы будем добиваться одного-другого людей. Это один тип петиции, традиционно принятых в правозащитной среде, но они уже, я бы сказала, не работают так, как должны были быть в случае с делом Ходорковского и так далее. Огромное количество подписей, собранное в России и по всему миру. Наверное, можно думать, что сыграла свою роль, но кроме как раз важной роли для того человека, который, как-то правильно сказать, перестал бояться подписать листочек и подписал, это тоже очень хорошая такая стимулирующая штука. Но на делах Ходорковского, я уверена, это не оказало серьезного влияния, равно как на любые другие политические дела, которые так или иначе развиваются в наших странах. Но нужно или не нужно продолжать подписывать петицию? Нужно. Опять-таки, точно понимая, что на окончательное решение это не влияет вообще. Сколь бы иллюзорным, как бы, да, то есть там не представлялось иное. Это первый формат петиции. Формат петиции второй, который пришел к нам с тем, что называется, там, не знаю, там, демократические государства и развитие электронных средств, там, жизни в нем, да. Здесь очень важно понимать следующее. Петиция имеет значение, да, в том случае, если на нее обязан реагировать тот обязан, да, кому вы ее адресуете. До тех пор, пока мы подписываем, пусть нас будет из-за 500 тысяч, да, а не 23, да, в космос что-то, да, конечно, наша совместная коллективная энергия про хорошее, доброе и вечное, вероятно, она что-то влияет, да, но точно не на того субъекта, который должен принять решение. Вопрос, нужно ли нам это делать? Да, нужно для себя самих и, возможно, для того, чтобы почувствовать себя хотя бы виртуальным, но каким-то сообществом. Но в чем я вижу неприятную историю в этом смысле? По целому ряду технологий, в первую очередь политических, формы петиции и сбора подписей, ну, скажем, превратились в такой цирк, который нивелирует даже эту составляющую, позитивную, да, участие там в форматах подписания петиции. Когда мы с Польшей рядом под разные политические календари, то есть встречаем такие формы активности, на которых все и заканчивается, да, как сборы подписей и в том числе сборы под элекционными всякими историями, да, и, в общем-то, все понимают, что к реальной жизни это не имеет никакого отношения, что это делается просто потому, что что-то нужно делать, а не для чего-то другого. В общем-то, нивелирование важности нашего вот этого элементарного действия, да, подпишусь, чтобы быть с другими, да, то есть показать, что нас много, что в крайнем случае, то есть мы не только подпишем, мы еще и выйдем, как бы, это мнение защищать, да, вот подобного рода политический цирк, он, в общем-то, нивелирует даже эту часть. Вот это, наверное, я про смыслы, про петиции, про солидарность, про то, что те, кто идут до конца, побеждают, потому что они правы и достойны уважения. Ну, вот, наверное, так. Спасибо, да, всем, кто тут выступал. У меня нет ответов на вопросы, да, на ней вопросы, но хочу сказать, что вот самой отправной точкой для этого обсуждения и для нашего проекта послужило то, что мы вот случаи думали, но и другие случаи не обсуждали. То есть мы не сделали выводы, да, не проанализировали, как мы действовали, да, не подумали, что действительно там помогло, а что мы сделали не так в этой ситуации. И, наверное, одна из задач сообщества в том, чтобы делать мониторинг таких ситуаций, да, обсуждать их и делать выводы для дальнейших действий. И в этом смысле мне кажется, что скорее у нас пока в Беларуси такая ситуация, что у нас скорее сообщества возникают после, чем до. То есть я вот, например, в ИГУ столкнулась с ситуацией, что у нас критическая ситуация, а с сообществом сложно, поскольку у людей разные цели, разные задачи, разные представления о том, что делать, где границы, каковы ценности. Вот, и отсюда я вот как гуманитарий, например, делаю вывод, что, ну, мы как гуманитарий мало это обсуждаем, да, это целый комплекс проблем, которые в Беларуси не обсуждаются. Проблема насилия, да, проблема ценностей, которые есть у разных сообществ. Можем мы взаимодействовать легко или есть какие-то вещи, да, которые нас принципиально разделяют. Где порог вот этот очень, Лена хорошо затронула вопрос, да, где вот этот порог, мы можем здесь отступить, а вот здесь мы не должны отступать. И мне кажется, что вот этот вопрос о пороге, о ценностях, он тоже вряд ли всегда решается индивидуально. Для этого тоже нужно сообщество, да, собраться и обсудить. Можем ли мы помочь, да, можем ли мы как-то тоже рискнуть этот порог вместе переступить, да, и вообще в делах. То есть, в общем, такие важные вещи, наверное, лучше всего вот таким вот кругом, сообществом, да, и обсуждаются. Вот, и мне кажется, что для того, чтобы, что нам нужно переходить от этой стратегии сообщества после к стратегии сообщества до, и для этого нам нужно вот эти все вещи, которые тут перечислены, новые технологии, навыки взаимодействия, помощь юристов, международное внимание лучше использовать. Ну, например, новые технологии, да, что нам, что это нам дает, да, это слабые связи на расстоянии, мы это должны задействовать. То есть мы вот, я тут многих из вас знаю по Фейсбуку, вот, ну, это что значит? Что в нужный момент, когда критический момент наступает, мы можем, да, вдруг стать более активным сообществом. Видимость, да, новые технологии дают видимость. Мы видим, да, мы можем мониторить, даже если мы не высказываемся, мы в курсе, да, берем себе на заметку. Скорость, да, новые технологии позволяют нам быстрее взаимодействовать. Я сама мобильный телефон купила в 2006 году, когда была ситуация площади. Невозможно было из мобильного телефона. Поняла, что вот в этой ситуации я больше не могу. До этого сопротивлялась новым технологиям. Вот. И, наверное, новые формы взаимодействия. То, что дают, да, эти технологии, ну, при всех, да, проблемах, конечно, нужно понимать, да, что это тоже форма контроля. Вот. Тем не менее, они порождают новые формы взаимодействия. И может быть, вот, к вопросу, что, да, мы устали от петиции, но, в принципе, мы можем изобретать новые форматы благодаря новым технологиям. Они нам это позволяют делать. Но, опять же, мне кажется, чтобы все это делать эффективнее, использовать технологии, лучше это делать сообща. Да, то есть не в критической ситуации, а вот до того, внутри своего сообщества, между сообществами, можно все эти вещи и нужно обсуждать. Технологии, международное сообщество, да. То есть тоже в критический момент мы обращаемся, взаимодействуем. А вот до критического момента, да, насколько интенсивно мы взаимодействуем с разными нашими партнерами, не только чтобы им помочь, а вообще, да, мы открыты другим, в этом другом философском смысле, заинтересованы, взаимодействуем с ним. То есть сама вот это, как бы, ну, всегда иметь в виду этот международный контекст, наверное, и чувствительным к нему быть, это тоже должно быть не только в критической ситуации. Ну и, наконец, мне кажется, то, с чего я начинала. Вот тема сообщества должна быть темой. Гуманитарии должны, ну, мне кажется, мне хотелось бы, да, не должны, а такой, как бы, призыв, да, больше заниматься темой сообщества и различными аспектами сообщества. Художники, да, в артистических пространствах. Почему вот у нас такой проект, а не проект на тему сообщества или какого-то аспекта, не знаю, доверия, завиданности или более простых вещей, да. Мне кажется, что в артистическом пространстве мы можем делать очень многие вещи, и мне кажется, нам нужно рефлексировать, да, о том, что вот, есть эти проблемы, как нам с технологиями работать, как нам взаимодействовать, и давайте попробуем артистическими средствами, да, культурными проектами решать их, да, а не, да, какие-то еще проблемы, да. Если проблема сообщества для нас столь важная, да, мы видим, что мы мало работаем, с проблемой сообщества, давайте это делать больше и средствами, да, искусства. Ну, и в связи с этим, конечно, возникает опять этот вопрос о границах, языке, на котором нам говорить. То есть мне кажется, что мы это много в артистической среде обсуждаем. Немое высказывание, да, с постоянным упоминанием Лукашенко, ну, скучно уже. Ну, насколько у нас выдуманы другие языки, да, где бы мы проблематизировали политический, социальный, культурный контекст, да, но говорили о доверии, да, солидарности, то есть насколько эти понятия присутствуют. То есть на самом деле говорить о политическом контексте можно без Лукашенко, но тоже остро, затрагивая важную тему. Тему насилия, например, повседневного насилия. Не обязательно, да, говорить о политических заключенных, но они будут в горизонте, если мы будем говорить о повседневном насилии. Нет, в полиции заключенных, говорите обязательно. Кто-то нужно. Окей, окей, я считаю, что на это нельзя закрывать глаза, нужно думать, в каких пространствах говорить. Возможно, эти пространства должны просто взаимодействовать друг с другом, да, в одном пространстве мы говорим о повседневном насилии, но делаем ссылку на сайт или там, я не знаю, где-то упоминаем, что вообще-то есть и другие формы насилия. Но, опять же, вот какие формы должны быть этих культурных, артистических проектов, как они должны быть устроены, это тоже то, что мы должны думать, сообщая, помогать друг другу. И мне кажется, это должны делать там и гуманитарии, и художники, и журналисты. То есть, в общем-то, мне кажется, здесь тоже представители разных сообществ. И вот как сегодня показывает международный опыт, да, вот даже там, я не знаю, и мини-протокол, я себе вспоминаю, к нам приезжал замечательный проект из Берлина, где режиссером является журналист документального театра, и проекты его просто в самых разных формах. И современно это искусство или театр, как же новый проект, новый, проблематизирует какой-то аспект социальной, политической жизни. И это тоже можно делать только вот в каких-то таких междисциплинарных, разнонаправленных, теоретических и практических проектах. Я бы хотел... Заглянусь на вопрос сообщества и коммуникации между ними, может, это еще другого ракурса. С, скажем так, с онкологической сущностью белорусского человека. Нет, ну это действительно проблема. Это проблема, сказать, вот и кандалы, как раз для соморганизации этих сообществ. Именно белорусская проблема. Потому что, по сути, белорусский человек в большой степени человек подпольный. То есть подпольный я его ввожу из того, что он партизан. То есть партизан и человек подпольный. И подпольный человек, это, конечно, очень близкое. И в каждом русском человеке есть, живет партизан. Но партизан этот, понимаете, сформировался не этой властью, и не советской властью. Он сформировался намного столетий раньше, как бы формировался несколько столетий. То есть в партизанту фактически была формула выживания в условиях оккупации. А выживание в той оккупации это всегда программа индивидуальная. Это не фигура коллективного действия. Любое коллективное действие для выживания, в той оккупации, но опасно, это так засело уже в каком-то генетическом, там, ментальном уровне так глубоко, что вообще белорусскому человеку очень трудно, не то что коллективное действие с кем-то, но трудно всегда объединить, потому что это реально нация очень крайних индивидуалистов. Это индивидуализм, конечно, в негативном значении. То есть это нация крайних индивидуалистов. И поэтому то, что мы имеем последнее десятилетие, мы видим это, вот даже взять с церокультуры. Она очень была разобщена, то есть многие годы. Даже в одной и той же сфере, там, взять с общества художников или театра общества, даже в этой, как бы, своем комьюнити, она тоже разобщена. То есть это абсолютно, как бы, вот такое собрание индивидуалистов, где, а уж тем более между этими комьюнитиями, там, театра общества, там, художники, писатели, там, музыканты, они, как бы, очень долго жили, как бы, все на равных мирах и в плоскостях, и не пересекались. То есть фактически, надо представить, что государство общество очень атомизировано. И одна из причин комьюнитиации, это реально вот это, вот, скажем так, онтологическое существо, подпольное человечество, которое сидит в каждом. И вот его преодоление, вот, где для нас большая проблема и задача, потому что, да, то есть, как бы, конечно, формула партизана, она была очень эффективна, несколько столетий, она дала возможность выжить, она дала, как бы, вот, или, там, ну, скажем так, сохраниться, самосохраниться. Но прошло время и сейчас она становится реальным тормозом, то есть, потому что подпольный, то есть, как говорится, купаться, ушла, а подпольный человек внутри остался. И вот вы, и жить, это подпольный человек, эту форму, вот, вот, и жить, и себя партизаном... Цель уставить же на партизан. Ну, 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 это сложно, это реально задача, вот. И поэтому, хотя в последние годы, вот, реально, я вижу, что очень позитивный процесс, который в смысле идет, то есть, причины этого процесса могут быть разные. Даже, вот, мы говорим о новой технологии, и тот же Фейсбук, и, в принципе, Фейсбук, это же такая виртуальная война. То есть, даже партизан, ты можешь, как бы, там, стрелять, сидеть на передовой и, там, не отстреливаться, ты, в основном, чувствуешь, что и безопасность. Это, как бы, это дает возможность вот такой, это, по-моему, человеку, так вот, выйти, вот, виртуал, и, там, вести этот, там, короче, ну, такой, снаб. Ой. Да, ну, это одна из причин, она, ну, она, как бы, инструмент, она помогает, хотя бы, пусть это будет, вначале, виртуальный контакт, потом, может быть, переводит что-то другое, вот. Но, ну, вообще, конечно, если так честно, то последние, вот, несколько лет, и вот, реальный прорыв в этом направлении, вот, выход из подпольного, из партизана к арт-активисту, вот, он наблюдается, вот, вот, это радует, вот, я чувствую, то есть, хотя, как бы, то есть, система-то меняется, все, как бы, живем 20 лет, все, вроде, не привыкли, но, тем не менее, вот, этот процесс идет, он очень позитивный, и, но, это только начало. То есть, в целом, проблема остается, она, вот, реально, онкологическая проблема, как с ней бороться, как себя и жить, вот, ну, это, скорее, вопрос, где надо искать. У меня же есть ответы. Нет, у меня нет ответа, я просто думаю, что я пытаюсь себе обнаружить эту онтологическую сущность, но, что-то, вот, я не нахожу, наверное, просто, может быть, размышляю следующим образом. Допустим, когда увольняли Ену Соркину, с коллегой, одна коллега, вот, из Польши мы обсуждали, что можно сделать, и она мне такой вопрос задала, почему историки не организовались еще до того, когда все это произошло, ну, да, и не смогли отстоять. Но я начал думать над структурными механизмами того, как мы живем, вот, вот, историю. Я работаю в Госвузе, допустим, работал, да, и там работают люди в государственных структурах в Госвузе, и вот, что это происходит. Во-первых, существуют определенные механизмы, при помощи которых мы лишены собственных прав. Например, там контрактная система совершенно отделена от профессионального конкурса, неважно, пройдете вы конкурс или нет, в принципе, да, то есть за вас могут проголосовать коллеги на кафедре и так далее, но дело в том, что вас, с вами могут не подписать контракт. И на этом, так сказать, ваш профессионализм, в общем-то, мало кому интересен. Профсоюзы не работают вообще. То есть профсоюзы, которые у нас имеются, это государственные профсоюзы в гуманитарной сфере, никакой активности в этом смысле нет, в этом смысле человек действительно остается один, как партизан, но такой какой-то, знаете, вот, не знаю, в окружении, что ли, не знаю, какую метафору. И, например, если что-то происходит, например, вот меня бы решили уголить, и вот я смотрю на свою кафедру и буду подходить людям и спрашивать, а как вы к этому относитесь, а вы как к этому относитесь, да, то есть вот, и ставить людей перед таким этическим выбором, да, вот, то есть я не представляю себя в такой ситуации, я даже не стал бы этого требовать совершенно от коллег, ну вот, но я думаю, что, я думаю, что это просто на самом деле очень интересный момент взаимоотношений в среде, да, то есть как они возстраиваются, и при отсутствии полностью правовых механизмов, когда ты должен не на человеческое чувство уповать, да, а на какие-то совершенно другие вещи, то есть мне кажется, это вот такой момент, и как это изменить, это, мне кажется, даже более интересный вопрос, чем вот вопрос, например, могу ли я поменять какую-то сущность свою такую, как же я там, да, не могло бы нарушить. Ну, кстати, я хочу добавить, что, кстати, я тебе сказал, что власть же тоже действует тем же методом, партизанским, она же не говорит, что уволен, в затопе, в затопе, в затопе. Она говорит, что-то не так вот. Ну, да, ну, списки черные есть, да нет таких списков, ничего нет, ну что, тоже не признается, а сколько такая вот партизанская катастрофика только с другой стороны, то есть, ну, вот это. Да, ну, мне кажется, просто как раз надо разрушать, то что изофреническую реальность, да, то есть вот пытаться показывать, что, то есть фиксировать все-таки вот эти моменты запретов, те же концертов и так далее, чтобы все-таки, понимаете, вот есть, как это, дискурс и контур-дискурс, да, или, например, если я вспоминаю, например, Валерия Булгакова, который говорит, что надо всегда давать асимметричные ответы. Ну, то есть я не знаю как, но идея сама по себе богатая, так сказать, да, хватило бы еще воображения там на еще что-то, вот, но действительно мы реагируем зеркально обычно, да, то есть нам, нам, нас вызывают, ну, то есть вот в случае в бусах, то есть вызывают там на индивидуальные беседы, или там вот так люди, даже ариапагом, да, иногда, и ты не знаешь, как себя вести, потому что на самом деле даже ты технологии не знаешь, ты не ожидаешь, что с тобой может, ну, в общем-то, такое произойти, это, как бы, интересный момент. Нет. Ну, вот развивая этот френдис, я бы сказала, что мне кажется, что что-то такое уже происходит, и вот эта дискуссия в этом составе, а именно за последние, там, предположим, 3-5 лет мы стали в состоянии, ну, скажем так, я знаю, кто такой баночки, но еще там 10 лет назад я бы вряд ли посмотрела бы на среду историков, потому что у меня, мне вполне хватало там окружения а своего профессионального, б своего международного правозащитного, да, то есть, ну, таких вот узких сред, ну, как относительно узких, да, их у каждого из нас есть, да, а вот, на мой взгляд, вот этот вот ответ, он как раз в междисциплинарной сильной коммуникации и вот в этом взаимном обогащении и понимании целей и задач какого друг друга, вернее так, способов действия друг друга, да, при достаточно понятной общей задаче, просто не становиться частью этой дурки, потому что пока мы каждый в отдельности сам по себе, либо в рамках своего узкого профессионального сообщества, которое не в состоянии выступить буфером, как бы, вот этой, ну, реальной дурости, да, вот единственный способ не становиться ее частью, это, в общем-то, междисциплинарный гуманитарный ответ, наверное, как-то так. Ну, и вот, я, ну, буквально небольшое такое замечание, какого-то структуру, которое можно создавать, мы вот в конце года обсуждали ситуацию в театральной среде, да, ну, известно, там, проблема свободного театра, что нет помещения, и сейчас, да, они решились, и мы вот пришли к такому выводу, что, в принципе, делая там какой-то проект в галерееву, можно частью его сделать и читку театральную, и обобщая, можно так сказать, вот делая какие-то проекты, даже если вам не нужно сильно другое сообщество, ну, вот пригласите его, пусть будет дополнительный элемент, да, пусть вот еще что-нибудь по вашей теме первозащитники скажут, да, или художники, да, или историки, и на самом деле, наш опыт показывает, что это очень обогащает, позволяет идти вперед во всех смыслах, но мы просто часто, ну, окей, мы находимся в своем сообществе, решаем свои задачи, и, как бы, ну, типа не нужно нам, мы знаем, что делают другие люди, вот сделать это почти что для фата, да, для начала, а потом, мне кажется, мы можем в это втянуться и увидеть, что вообще-то это очень большой ресурс, да, вот такое взаимодействие. У меня, может, Далена такое питание будет, потому что наводка там, я бачила, я как-то створялся антиферизм, да, когда такая отрядцовка, какая-то мерковалась такой рупор, да, акцепольности там, и огороды, и та же ситуация с Ковьяным, корешмат был он там, от дьявола у неких, и так далее, нам казалось, что вот именно это медийная патрымка, и она может, ну, мне что такое срабить, да, калли усправят рассказывать, доносить и гэта дарей, потом стало сразумело, что, може, есть упадки, калли трэба в уголе ничего не писать, потому что не стоя, что навод, с такими ным было, что гэта може навод шкоду человеку, да, вось, принести, и як-то ли она литша, то есть это медийная, да, потому что навод за свободным да, там, каллистанга думал, что там хатку позбавили, то ты думал писать про это тени, а может не трэба, может про это... Ну, давай я, наверное, буду апеллировать, отвечая на твой вопрос, давай я, наверное, буду апеллировать там к опыту, который есть там в нашей профессиональной деятельности, да, но, во-первых, в каждом конкретном случае нужно принимать каждый раз отдельное решение, это раз. Значит, второе, в подобных ситуациях, если мы, если мы не средство массовой информации, которому все равно, о чем писать, лишь бы там была новость, да, и если мы, например, еще и не хартия 97, против которой я ничего не имею, да, ну вот по стилю, как бы, его можно там к какому-то ресурсу определенному относить, да, то, в общем-то, мы должны спросить в этой ситуации мнение тех, кто оказался в трудной ситуации перед тем, как некое действие предпринять, но есть ситуации, когда мы не можем молчать, просто потому что мы считаем, что там есть проявление какой-то крайней несправедливости, и мы об этом собираемся сказать, да, понравится это второй стороне, не понравится, да, но тогда мы должны принимать на себя ответственность за это действие, тогда важны сообщества. Да, вот, наверное, это. А еще есть ситуация, но это, как правило, касается очень частных случаев, когда, например, правозащитники исходят из того, чтобы не навредить, ну, к примеру, когда мы начинаем разбираться с какими-то ситуациями, про которые, к примеру, какие-то политические отдельные субъекты, да, рассказывают как там о грубом нарушении прав человека, или так далее, и так далее. А мы, например, знаем про этот случай не только то, что об этом пишут те, кто заинтересован в исходе, да, а знаем там нечто другое, ну, например, то есть что-то о состоянии здоровья, к примеру, да, что-то о, там, реальных обстоятельствах ситуации, да. Вот иногда мы осознанно молчим, мы просто потому что, ну, чтобы в общем контексте не сделать ее еще хуже. Вот здесь вот важно выбирать позицию по молчанию. Но в других ситуациях публичность, в основной своей массе, публичность – это правильный путь в современном мире. Потому что понятно, что мы вряд ли там переплюнем БТ, там, часть железом по стеклу, а, к сожалению, наши артистические, как сказать, таланты не столь высоки, чтобы этому что-то противопоставить, да. Но тем не менее, публичность важна, информирование важно. То есть выступления вот людей, которые из разных сред, но по одному и тому же поводу готовы высказаться, и высказаться, предположим, со схожей либо одинаковой позицией – это крайне важно. Ну, и в каждом конкретном случае нужно принимать осознанные решения. Но осознанные решения с точки зрения интереса субъекта, о котором мы говорим. Еще вот все-таки по поводу освещения СМИ такой вот небольшой момент, что надо быть крайне внимательными, что писать и что говорить. Потому что, действительно, когда, например, я прочитал вот эти статьи, в которых говорилось о конфликте вокруг Гродинского университета и так далее, то надо всегда так писать, чтобы потом, допустим, у госпрессы не оставалось зазора для того, чтобы показывать что-то, что было якобы скрыто и так далее и тому подобное. И расставлять акценты очень интересно, потому что, например, когда увольняли тех, кто делал Гроднознавство, вышла рецензия Гигина в Белорусской думке, в которой говорилось о том, что книга непрофессиональна. То есть ничего не говорилось о механизме, так сказать, вообще что такое увольня, что такое право, да, как это работает и так далее. То есть я имею в виду, что государство, ну или те, кто пропагандисты, которые, в общем-то, освещают эти события, они делают акцент на вещах не центральных. То есть они всегда пытаются сделать акцент на чём-то, что заставляет людей немножко не видеть реально. Думать, что, ну, наверное, плохие историки, да, их там уволили, потому что они плохие историки и так далее. Мне кажется, если в СМИ это осмещают, то надо убрать скандальность, ну такую, да, которая, в принципе, тут, наверное, в меньшей степени уместно и в большей степени писать всё-таки о таких структурных основаниях происходящего. То есть указывать на то, что постоянно право нарушается и так далее, что это может затронуть там другие группы. Вот об этом почему-то так всё время получается, что эти увольнения писали какой-то частный случай. Вот, ну вот у меня просто такое ощущение, когда это читаешь, это всегда такая очень персональная история, которая случилась только потому, что губернатор Гродненской области Шапира так решил. Ну, то есть вот что-то так произошло и вот какой-то сбой такой, да, а так всё нормально. То есть, мне кажется, надо, ну, более системно, что ли, освещать такие вещи, но это моё мнение, по крайней мере. Ну, то же самое хочется сказать и о сфере искусства вот этой вот этической ответственности, потому что тоже, если мы говорим о себе как о сообществе, то зачастую возникают такие разрывы. Опять-таки, допустим, выставки в государственных институциях, они нашим сообществом игнорируются, потому что они неинтересные, ни о чём. Ну, как правило, это всегда очень некий медийный след, очень лестный, пафосный, что-то случилось, что-то хорошее, что-то весьма интересное, и это оказывается освещать вот некое интересное событие. Потом выходит на «Активист» или на «Бартизане» статья про конкретную выставку современного искусства. И это, как правило, мы стараемся друг другу подходить уже действительно с позиции нормальной критики европейской, но мы не работаем, мы же не в этих условиях живём, не надо отрываться от ситуации. И получается, что опять у современного искусства есть некие проблемы. И уже человек к выставке современного искусства относится, да, у них постоянно какие-то проблемы, какие-то скандалы, что-то, что-то, наверное, не так опять. Возникает эта вещь. И получается действительно опять ощущение некого непрофессионализма, да, неких каких-то парадоксальных случаев, которые абсолютно не вписываются вот в какую-то картинку о том, как это должно развиваться профессионально, последовательно. Вот. И, ну, опять-таки, конечно, вот очень видны разрывы между сообществами тоже. И то, что Ольга сказала, что надо как-то вытаскивать разных людей из разных сфер, пытаться контактировать – это тоже очень важно, потому что есть тоже некие параллельные миры, которые существуют, и вот в частности, мне интересно, философы знают, завтра вот у вас буррелекция Алексея Дзерманта о европейских ценностях он будет рассказывать. И я, ну, примерно понимаю, в каком ключе. – В психологический отдел. – Естественно. Но, как бы, вот нужно реагировать на такие вещи или не нужно? Нужно вот прийти, допустим, вам на одну дискуссию, ну, пообщаться и как-то… – По-моему, мы должны пойти все. – Да, мне кажется, вот должны быть такие реакции, потому что, опять-таки, получается, мы заочно полемизируем, опять-таки, в виртуальной сфере и так далее, но, опять-таки, у нас нет предвосхищения событий, да, когда мы, ну, несколько готовим аудиторию не явно бы понимающую, да, вот здесь вот сообщество, я так понимаю, что здесь людям ничего не надо доказывать и ничего не надо проговаривать, ни раз разжевывать и доказывать. А, допустим, есть сообщество, где действительно это проблема и надо как-то уметь общаться с этим. И это, ну, тоже потенциально, там, наш зритель, слушатель и читатель. Ну, вот проучала шмот разных идей, думок, и мы, ну, в самом начале не думали, что ниже конкретное такое вынеку может быть сказано, потому что в этой теме, так как она расплываются разные боки и не гадомая, а ли, тем не меньше, идеи прогружали, некие на конкурент того, как воспринимать право и как право принимать. Могче моесть идеи, эти питания у вас. Вот в полном единодушии пойдемте пить кофе. Нет, ну, конечно, всегда есть. Да. Я как бы представляю там, может быть, такое сообщество неформальное, да, то есть там есть этапы, встречи такие вот. И мне вот в этой дискуссии не очень понравился как бы вывод из проблемы на местах, да, каких-то проблем на усвольнение людей в политизированную какую-то такую речь, что давайте там политизировать все это дело. Почему мне это не понравилось? Потому что, ну, у меня самого пытаются там вводить, но только это была, там, коммерческая компания, да. И механизмы все те же самые. Говорят себе других механизмов, как можно более человек. И, как бы, во многих случаях, я сталкивался с этим, когда мы проводили какие-то ну, этапы, да, есть персональный конфликт между людьми, которые занимаются в одной сфере. То есть, просто профессиональный конфликт, они с друг другом не могут разговаривать. И вот один человек занимает какую-то должность, второй человек где-то, допустим, выпилился и получается, что за его заслуги, как бы, вот этого первого человека могут, как бы, подвинуть. А идти им некуда. И возникает такой втык уже между людьми. То есть, это не государство, это не система, это не политика. Это просто, ну, какая-то такая вот речь, которая работает, как говорится, вот, наверное, с партизанами, которые оказались, что они, что кто-то из них там... И это правильно, потому что мы бы были, наверное, не людьми, если бы не возникало подобных ситуаций. У меня, например, в моем окружении тоже есть несколько человек, которых я откровенно, как-то сказать, ни на какую тему с ними больше разговаривать не буду, потому что определенный Рубикон в определенных, там, поведениях, в отношениях и так далее, когда-то был, как бы, перейден, да. Ну и да, то есть, так случилось, что взрослые люди, в том числе, кого-то как-то всерьез не любят, да, и не будут с ними разговаривать не только, там, на предмет, там, работы, а вообще ничего, даже если собеседник, возможно, потенциальную игру и... И можно столько, как бы, корзинироваться вокруг каких-то реальных маленьких вещей, какие-то, ну, там, выставки, инсталляции, события и так далее, и не приносят туда вот этот политический контекст. Потому что, когда люди приносят туда политический контекст, то сразу, как говоря, ты понимаешь, что они что-то скрывают, у них есть какие-то свои цели, вот, и вот тоже есть какой-то персональный конфликт, который они хотят разрешить там, в своих каких-то интересах у вас. Ну, то есть, возникает такое негрязное чувство, что себя можно просто использовать на каких-то вещах, вот. И, ну, я просто, как человек, сталкивающийся там, да, с другими изменениями, внуждающих вам иногда говорить на какие-то темы откровенные. Вот мне интересно, как вы видите, как эксперты, возможности работы вне политического контекста, в, там, в культурном поле с улики в Городове. Так, подшумись, я диаполитизирован и так. Что вы хотите? И так политики нет. Просто политику, во-первых, можно понимать по-разному, да, самое распространённое представление как борьба за власть. Но есть ещё политика участия. Это поведение каждого из нас как гражданина. И вот мы говорим, прежде всего, о политике участия, о том, что этот элемент не только, чтобы мы, как частные люди, со своими частными интересами обсуждали, как я, как частный человек, переживаю смерть. Прекрасно. Это экзистенциальное изменение, выставка на эту тему. Но про это у нас всё искусство. О душе, духовности, погружении вглубь себя, поисках смысла жизни, возвышенного. Вот я, честно говоря, не могу про это слушать больше. Поскольку я считаю, что гражданство в самых разных смыслах, да, жизнь в обществе, интересы, которые мы имеем, сообща, цели, которые мы ставим, да, что это гораздо интереснее, важнее, глубже, чем какая-то абстрактная духовность. Духовность тоже у каждого в душе есть. Окей. Но зачем каждую выставку про неё делать? Ну и считаете ли вы, что инструментом для того, чтобы наладить коммуникацию по темам, которые нам важны, да, является не как бы политизация, запись, формирование каких-то течений, партий, подвижений, да, определенных сообществ с какими-то экономическими движениями, не вот этот путь, а путь именно это без конфликта, то есть убирание вот этого конфликта, вот этой напряженности, наоборот, это делать так, чтобы люди начинали с друг другом разговаривать из разных сфер, и если те люди, у которых уже совсем принципиальная позиция, да, то есть они сталкиваются с нарогами и вообще не могут разговаривать, просто помогать этим людям с друг другом не общаться, как это делать на компании. Хорошая идея. То есть они же сама одна цель объединены, но психологически не все не стремится, не позволяет им как бы это делать. Ну, наверное, насчет там диалога, возможностей коммуникации, никто с этим не спорит, просто, ну вот мы все-таки называем словом политикой, вы вот все это говорите, политика, это обязательно политические партии, политические убеждения, есть убеждения вообще у людей, у людей есть ценности, и ценности не только индивидуальные, да, но ценности, которые действительно, ну вот доверие, это ведь не только то, что я в глубине себя продумываю, оно нужно для взаимодействия, и в этом смысле философы говорят, что это политическая ценность, да, то есть понимают политику вот в смысле вот этого участия в жизни общества, и мы скорее говорим об этом, да, чем там о политических партиях, и... Ну, вот, в чем отличие коммуникации, так, диалог, наверное, да, там, коммуникация есть очень четко определенные термины, когда мы говорим о политике, у нас всегда будут разные какие-то свои представления об этом, как сейчас, допустим, и я хочу сказать, что если мы будем каждый вкладывать свои как бы понятия в эти термины, то на определенном этапе эта коммуникация, она развалится. Ну, равно как она может длиться до бесконечности, как показывают последние десять минут вашего коммуницирования с в итоге. И тогда как бы тоже в этом нет смысла, да, я его не вижу, я когда смыслов не вижу, мне трудно систему как-то дальше. Поэтому надо очень четко определять такое понятие, которое мы... В том числе и понятие политики. Да, понятие там политики и, там, вот этого солидарности, и чем мы должны быть солидарны, вот. Ну, в общем-то все. Спасибо. Да, у нас были. Да, у меня была Немарушка маленькая, про асиметричные ответы, как раз то, чем мы тоже занимаемся, это очень-очень важно. Два примера конкретно по ситуации в Украине, когда один субъект начинает, как бы, эскалацию конфликта, асиметричное ответственность в объединении сообщества. Мы продекларировали, и сейчас сделаем это на деле, наоборот, установление большего количества безоткарных связей, с организацией событий, которые, наоборот, разноульные связи подрасти. С точки зрения, при увольнении одного человека, на что могло быть быть асиметричным ответом, это его приход на расход проведется не одного, а в составе какого-либо сообщества. У нас были такие прецеденты, когда увольняют человека и пытались его уволить, он пришел на него, он пришел со своим сообществом. Его в сообществе оказался чиновник, представитель МЧС, три студента и еще кто-то. Создушник в плага про все! Я тоже работал в университете, мне кажется, что он пытался уволить. Я всем сам предлагал, давайте меня уволим в этом году, я сразу сказал, давайте мне уже надо уволить. Не увольняли больше, что рассказывали, но больше всего встали. И когда он приходил в меня и рассказывал в качестве какого-либо сообщества, что он ничего не говорил, даже ничего не происходило. Потому что о чем пришли? Мы пришли, потому что мы вместе с этим человеком делаем какой-то совместный подряд. Мы вместе с ним участвуем в каком-то событии. И мы сейчас не можем этого человека исключить из этого события. Или он нам важен, он нам ценен. И осиметричные ответы, это как раз технологичные вещи, их нужно принять. То же самое, что мы сейчас говорим, очень хорошая вещь о том, что нужно другим сообществам, даже не знаем, нужно или не нужно давать возможность каких-то наших ресурсов или наших очевидных моментов. Тут другая проблема, которая меня сейчас волнует, это то, что ни в школе, ни в институте, нигде нам нужно рефлексировать. Люди более сознательно к этому приходят чуть позже, каждый через свой путь. То есть у нас нет этих технологий как бы определения собственных ценностей и анализа собственных поступков. И вот запускает образовательные процедуры такие, это вот каждый совместный необходим. То есть все совместные должны сейчас посмотреть на младших там. Например, в моем исследовании показывают, что семеклассники, ну в нашей стране, по крайней мере, в вашей стране что есть не классные. Семеклассники это тот возраст, когда дети начинают активно интересоваться социальными технологиями. Школа их не дает, интернет предлагает очень узкий выбор вариантов, а другие сообщества в школе не допущены или в школе не взаимодействуют. Казалось бы, философы, юристы. А вот вопрос сейчас как раз асимметрично начать с ранних поколений, чтобы мой опыт показывает, что эти школи, эти семеклассники начинают поспитывать на идти. Как только вы не даете инструменты там, цереполагания партизанов, какие-то рефлексии, каких-то социальных технологий, они начинают форматировать всю смесь семейный клан. И это очень тогда и потом возвращается. Будем рады. Поэтому наши десиметричные ответы только так мы сможем какие-то системные вещи изменить. Спасибо, что дискуссия была интересна. Мне про партизан очень, по-моему, понравилось, я начал думать. Сейчас уже у Фрикчак можно было бы нависать, что в зависимости с точки зрения антологии, технологии цереполагания партизанов, как партизане сделать на на самом деле ваши самые сильные национальные чувства. Самоопределиться и все. Это как раз мы с ним в милиции. Ну, через что уходить в милиции, вы будете развеиваться, да? А на какой-то политике я бы хотела зарабить такую марку молодому человеку, потому что, ну, Максимовы не ведаете там историю с колкиным, где-то моста, ведаете, да? Там не было углы ни якого политичного и так далее, и посадили углы в книжки только за то, что он имел приятную шизофрению, которую мы поставили в 89-м годе, за авангардную картину. И он просто трапил драку, и навод там суд так не разбирался, потому что человек не был из-таки диагноза. И оказалось позднее, что, в принципе, так у нас судовая система поставлена, что, когда человек трапляет с диагнозом, ну, то навод не разбираются, потому что, ну, ну, он там барьят, он квор и как и так далее. И только в этот выпадок, я не трапил умеримую простую публичность, я как раз рассказал, что есть такой загадок в системе. И там не было, ну, в уголе вот то, что вас так злякало, и что... У нас так само были питания. Як на вот такой справе, и мы не смогли ничего зарабить на вот адвокаты, которая нашла десять и двадцать помылок при вот этой справе, и это все равно было отклонено, и вот, ну, ну, дякую Богу, зараз он уже в новинках, а не в инфинишках, а так само, ну, а быть, не на два года, а еще на год, а прошло уже три годы. Ну, и нас в это хвалюет, и, напевно, раз это нас хвалюет, а в это политика. Те есть еще и питание, в активной реплике? Кто всплать, может? Мы будем это завершаться. Обычно все говорят «Так долго вы не лейте, лейте нам слово!» Слушайте, я просто думаю, что каждый уже думает о том включательстве, на котором Жанна что-нибудь надо сказать. Партизаны или активисты? Я тоже думаю, поэтому мне ничего сказать, но мне хочется что-то усынуть. Мысли в деятельность, что уже надо же, все больше действовать. Ну я бы сказала, как Миша подумал, забыла сказать, что ты сказал, что твоё исправие, не о чём, не о чём, не о чём, не о чём, а о конкретных персонах. До этого я как раз доказывал сразу Святослав, и он сказал, что цёпольность – это надо три человека. К тому вопрос, что сыграло роль конкретной особенности, как не была та цёпольность. Не, я разумею, ну, может быть, не потребование завершено. Нет, я думаю, что да. И по поводу опять политического, да, есть проект Олега Юшко, да, который фотографировал просто закрашенные граффити, которые, будучи закрашенными, сразу становятся политическим высказанным. И вообще эти моменты – это просто наше неадекватное и болезненное отношение к самому этому слову. Этот термин абсолютно не имеет такого узкоспециализированного значения, как и в нашей стране. Вот и всё. Я тоже просто это прошу, вот когда мне пришлось объяснять, мне пришлось избегать даже слова «акция», потому что именно вот конкретно у нас это очень болезненная какая-то реакция на слово «акция». Хотя, опять-таки, это акционизм – это одно из направлений искусства 20-го, 21-го века, и ничего там страшного нет, реакции были разные, с разными и абсолютно политичными подтекстами, и люди всё равно попадали в тюрьму. Это наша, мне кажется, уже вырученная за 20 лет болезненная реакция на слово «политика», которой нет. Я просто хотел ещё связать с темой выступления Ольги позавчера, насчёт сообщества. Мне кажется, что, действительно, тут бы и есть такое неусторонимое противоречие, потому что, если понимать сообщество в современном вот этом смысле, то о собственном, когда это сообщество как бытие вместе, и это там не какая-то антологическая субстанция, которая закреплена целесерно, то, по сути, такое любое форма сообщества является, ну, политичным, скажем так, по определению. То есть, по крайней мере, то, собственно, которое не замыкается в себе и не завешивает на себе выручку какой-то идентичности, да. В этом смысле коммуникация сама по себе политична. Можно такое более сильное, скажем так, в одной эсказице. Но в этом смысле вопрос, мне кажется, что для практиков искусства как бы устранится, и, как Михаил сказал, что вообще не связанность с политическим, ну, просто, наверное, это невозможно. То есть, потому что это вот в самом ядре. Другое дело, что как-то может быть, ну, как-то будет это оформлено где-то, представлено. Может быть, здесь какие-то могут быть, ну, как-то, вариации. То есть, как бы, мне кажется, если бы это был сложный момент, надо назвать или называть что-то политическое, а не называть. В прямую. И что? Я не знаю. И что? Вы же об этом говорили. Не называют его политическим, там, не политическим. Не называют. То есть, что это меняет по сути? Что это меняет по сути? Это кого-то защищает, это кому-то дает больше свободы, там, больше гарантий. Это делает нас всех, я не знаю, там, открытий добрее. Или мы просто слово за словом, действие за действием, убираем сначала из языка, потом подменяем смыслы, потом пристраиваемся еще как-нибудь. превращаемся в партизан, потом забываем о том, что партизаны, при том, что они себя так временуют, да, в общем-то, еще и ведут какие-то определенные действия, соответственно, тому, как называются. И что? Мы куда идем этим путем? Я так, наоборот, за возвращение нормальных смыслов к нормальным словам. За возвращение к тому, что это не страшно и, более того, то есть, просто нормально, да. Я вот за такой какой-то путь. Ну, просто вы, интересно, так поменять еще. Сначала выбираем язык, а потом обменяем понятие. На самом деле, все наоборот происходит. Сначала меняется понятие, а потом, когда оно начинает мешать коммуникации, его надо, как бы, выбирать, заменять чем-то нормальным. Да, вот с этим нужно разбираться, возможно, и право. Пойдемте кричать. Диану, спасибо. Да, у нас дискуссия восемнадцатого числа, и у нас будут там разные сообщества, городские сообщества, музыкальные. Много, много академические. Договорились с ним. Слушай, это может быть с ним. Участники. Сидеться. 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 Сидеться.